привет привет народ вот мы что в кракове и на этот раз мы не в куртках смотрите прикольно вышли погулять а здесь такой небольшой рынок вот смотрите помните мы это видео начинали просто когда выходили из отеля portal house а сейчас вы даже отель поменяли это же вид швот красивый отель и сейчас посмотрим это этот рынок бывает только по воскресеньям по воскресеньям и мы на него успели сейчас только перейти не как не можем кстати как ни странно машины ездить мне кажется просто раз мужчины здесь не ездили и всего-то прошло сколько людей глаз я уже вышли дождей нет главное не сглазить ну что что-то интересно даже нам наташа тебе приносит на попробовать я деда вот она фестиваль пироги сыр солодки даже дипломчик какой-то есть наташ надо попробовать что-то обязательно если мы знали мы знали может быть даже бутерброд бы не ели сладости грибы есть сколько это стоит можно заправлять то есть берешь 3 пироги и заправляешь давай дальше надо вроде каждого по одному ухты кстати в баре и решки такое было что парень даже перед ведущего не помню он такой какой-то незаметный темненький мальчик хотя орел и решки я люблю смотрю и он пришел тоже в эту площадь и ел здесь пироги а посмотри его лишь 100 долларов и он наелся здесь пирогами смотри здесь куча это наверное здесь популярный как-то эти красота какая вообще ой красиво как сейчас не 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 вижу нашим цену ищет сетевились когда топа стоит популярные пироги давай все пройдем а вон тоже какие-то фестиваль пироги и прикольно как мы вышли то вообще если честно если честно мы надеемся мы придем и застанем блошиный рынок где продаются старинные вещи но мы приехали уже как-то с электрички да мы приехали уже было ну короче в отеле мы были два в три но рынок закрывается в три пока помолись пока развесились уже а может я людям не верю капуста с грибами совершенно его поела каких-то пирогов кстати о это мексиканский наташ тебе вот сюда вот не хочет а с лишнями и жареные и самоса и самоса прям есть даже вообще класс ой лон цветные пироги а значит и какие там 10 30 уйти коньян со шпинатом красный с мясом написано с мясом и с мясом с мясом без мяса но это логично что с мясом и мясо это шо это слива и шоколад это картошка нас ведь уже знаем что такое зиме янеке сливая шоколад таки да прикольно вообще слушайте прям фестиваль пирогов всякий так написано что он фестиваль первых попали действительно фестиваль пирогов чего-то поняту бач играет то же самое цена ну идем давай все посмотрим все покажем ну можно попробовать давай здесь нею что есть цены одни и те же смотрите одна штука 4 5 17 и 5 и 10 30 4 примерно доллар чуть меньше нам меньше меньше доллара ну то что это зло я черный ты видела черного дорогого мигает экран с это с огурчиком что цена бриц с огурчиком тут на оливочка должна быть в таком случае он синий какие-то смотрите тут осеннего цвета это была синяя краска мне хотелось бы какие-то простые белые мне кажется вот синие какие-то мексиканские брать не стоят а всем это синие грянские вижу приятно а это грецкие синие а 4 ну там написано грецкие ну там написано грецкие это огурец вообще это огурец вообще добавочку люди всякую такую себе кладут прикольненько пироги с блинами то есть вареники с грибами что вообще ну прикольненько у удивлены мы честно вышли просто пройтись камеру на всякий случай взяли и тут снова съемочка так что все для вас вы с нами ставьте лайчочек и пишите какие бы вы пироги точнее вареники выиграли бы сегодня так что давай тоже что-нибудь попробуешь я не знаю что Наташа надо попробовать вот тоже вот тоже самое одна штука 4 10 30 если мы не сидим к тому же 10 братья одного этого фотографирует красиво правильно нужно красиво сходить пироги точнее есть места и посидеть можно но не все заняты места есть вот такие штучки которые вот люди едят пироги а вот эти вот из сыра козьего ну давай иди я бы вареник какой-то съела я очень соскучилась по вареникам и в прошлый раз мы здесь не поели вообще мало ели в виниле ели я вареник когда ела кузатая хата рулит едва а где мы уже вот так вот что Наташа это не все украинские ага украинские были пироги русские а сейчас не проинские не проинские а вы ну давай уже что то возьмем где то уже с гуровками. Это что это? А, это я. С гуровками такие вот коричневенькие. Так давай, что хотите? Ну давай. Так, а вы что взяли? Пишите мне. О, вот это я хочу. Что это? Сушеные томаты, реагированные. Бери. А грибами есть? А с грибами не хотела? Ну давай, с грибами. И украинские надо попробовать обязательно. Так, а что это? Сейчас мы выберем и все вам покажем. Наташа уже берет, решила разделить нам. Наташа взяла вот эти какие-то, я не пойму. Бекон, потетое, драе томата, орегано. А это блюбери? А вот это. Чёртвлит и чес. Попробуй, давай, возьми. Наташа еще берет какой-то черный. Хватит. Буровками нет. А я взяла украинские и с грибами. Так, все. Все, Наташа. Сколько мы там? Четыре шли, а? Четыре шли. Ну да. Двадцать же получилось. Все, вот глотые, друзья мои. Наташи деньги доверять нельзя, она идет на шопинг сразу. Какая женщина красивая. Так, дадут еще какие-то присыпочки, прикравочки. Я думаю, не надо. Я не хочу. Все, давай отходим, будем пробовать. Ну, это мы у кого взяли? Бар Кролевский какой-то. О, мы брали сыр Кролевский, когда делали вам обзорочку в Кориффоренске. Надо взять у кого-то еще один это и сравнить. Надо где много людей. Давай покушаем сначала, потом мы с мамой сравним. Да, мы так не поймем. Да, я не хочу, честно, уже отстаивать. Уже взяли, уже давай покушаем. Поняла, что я сказал, взять один пирожный. Я поняла, но я не хочу шоколадом, например. Да, да, да. Ну вот взяли и хватит уже. Что-то все равно. Вот сюда вот давай, да, давай. Смотрите, даже можно место найти. Протиснулись. Так, ну вот наши чудесные пироги. Ох ты, как лавочка так шатается. Я чуть не подъехала. Прелестная Наташа. Спасибо. Так, ну давай. Так, а что я взяла? Я с шоколадом взяла, вот это с томатом и что-то орегано и что-то еще было. Не-не-не, у меня там я засняла, что ты взяла. Ну, давай. Ммм, вкусненько. Все какие-то томаты сушеные, действительно. Приближайся. А я сейчас уже пробую туда просто. Сейчас попробую настроить нормально телефон. Давай. Давай я сниму. А то он сегодня вылетел. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Спасибо. Спасибо. Какой сыр? Какой сыр? Казал цепь нет, а сейчас уже кажется сладкий. Прикольный такой. Попробуй, слушай. А как я попробую, говорит, я ж не дала его. Ну, я поджем. Так у меня очень вкусненько. А он не вкусненько? Ну, можешь оставить, можешь, ладно. Ага, богу, как выяснил. Это прикольно. А вы вообще какие-то интересные. Я едаю свои украинские пироги, которые были... Не будем говорить о этом. Да. Да. Мы видели русские пироги, много. Я думаю, что они перемевали. Самаркетинг, добрый год. Бекон, бекон, бекон. У меня вареник с маршруком приклеен. О, с беконом вкусно. Угу. То есть, что-то был такой... Мельменичный. Мельменичный. Это, например, с хлебами. Прикольная. Ну, народ, прийти к вареникту. Да, ладно. Бекон. Мельмени, как он. Да, и все очень вкусно. А теперь с шоколадом. Он уже холодный, но и с кем-то. Не, ну вообще такое нормальное. С капустой ворочек? Сейчас я ею. Может, с капустой ворочек? Да, с капустой, потому что это ворочек. даже сделала сейчас на попочку похож на какую-то уже нормально талия они все просто обалденные это квашеная капуста не тот польская которая не любит но не все просто быть обалденные я бы не об этом понравилось и понравилось и украинские прикольные но он декона мне больше понравилось так теперь солоденько я не знаю что это было разрезать эту попочку короче ой-ой-ой что это такое ослал шублю берри нет там что-то было шоколад и шокона тебе это давайте первый попробуешь как вода на дворок шоколада а да если у вас есть подружка наташа всегда можно попросить и попробовать прикольно да так ну давайте я сейчас попробую больше кола знаешь как мороженое что такое теплая вкусная шишку на какой-то и джем какой шоколадный именно шоколадный шоколад я хочу еще такие вот эти вот штучки которые жду наташу наблюдаю за весельем красиво здесь так красиво и погода хорошая он любит даже по одному взяли по одному вареничку взяли а мы сразу взяли 5 наташа еще не наелась не на это же не сильно наелась уже время плечево у себя не очень хорошо я вру чувствую себя просто отлично просто как бы чтоб пока не нарастить наташу отправила и теперь даже не знаю где есть подозрение что она уже пироги поела приподнимемся еще покажу эти чудесные всякие лоточки магазинчики киосочки где продаются пироги а вон наташа уже идет да наташа бачишь черву так рассказывай что ты взяла это я взяла который русский который стал украинским это с маршрумом это шпинат а это яблоко и роза давай не чего-то дали еще деньги сдачи ну правильно они же по 4 4 все правильно дали наташи сдачу четыре кроны отлично черненьками это так можно и брали можно я у вас ну вкусно-то рассказываете рассказывайте можно у вас просить вкусно ли ого-го хорошие такие любите все приправки давай давай сравнивать ну давай тогда ты меня уже давай так что так значит где вот там где это вот русские которые тоже русские да классический ты его уже ела такой наполненный прикольный другой прикольный что здесь еще шкварочки есть может это я не знаю какие шкварочки на сыр не кладутся наполненные такие ну слушаем хороший тоже это с грибами молочи по крайней мере я сказала дайте мини с грибами а как ты же уже ела сравнить вот мы взяли у двух производителей с грибами и более крупные там они были мелкие здесь немножко боленец такой но тесто да тесто или его как бы зажарить даже ну тот был вкуснее вот так вот со шпинатом можно попробовать? и с яблоком и розой попробуем наелась уже никого зеленый варили ну да а там эти чёрт а синие называются смурфы вкусные вкусные ну я просто вкусно как будто картошка там и спинат вообще не чувствую да ну вкуснее зажали шпинат трошечки да нет мне сколько шпината ну что ты синие не взяла кстати ты ж хотела ты ж пошла на синие нет это у других это там где очередь большая стоит они реально они так долго разговаривают с людьми что ну правильно мы прождаются а это что у нас яблоко и и роза троянда яблоко видно а роза от варенья да ты что прикольное сочетание кстати Наташа хотела розовое варенье да я так хотела розовое варенье так теперь твои давай давай я хочу розовое варенье сразу и здесь там вкусный наверное вот со шпинатом он такой как-то как картошка и шпинат не чувствую это просто шпинат не очень люблю Наташ у меня обычный вкус твердое это как ты правильно сказала тесто твердое я сказала это про грибы а я наверное откусила удачно как-то я думаю кому было 4 понятно ох молодец семья ну что скажи мне с яблоком это по 10 лет там не вкус такой как специя была чуть не печет а где не знаю но мне сейчас я 4 вареника попробовала шпинат вкусно очень вкусный я бы его сама бы не брала он им понравился больше всего значит тесто я ставлю но это же понятно ну не какие-то интересные комбинации да такие а может быть я бы не сказала что минус но необычно оно плотнее чем у этих я за этим тестом больше наедаешься ага соответственно больше калорий берешь на шпинат там интересные скажи какие-то вообще я чувствую шпинат ну давай тогда что там еще у нас это творог или что тут сыр да это торт стало русские но сейчас они украинские они были русские прикольные да вот эти шкварочки дают такой вкус какой-то они так удачно положили какой-то интересная комбинация сыра и вот это нам хорошо придумали картошка наверное да да конечно и последний вот грибами которые очень тесто для меня она очень плотная какое-то так вот тут наверное острое что-то нет может быть что я еще и с беконом ела можно послевкусие тут чечевица еще смотри сколько чечевица подожди стоит да наверно я не заметила точно чечевица есть но очень уж плотное тесто и живется так как она у меня мягенькая как бы предпочитаю конечно зубки уже неких плотно плотно сильно плотно не ну я довольна такое просто вообще очень классно ну что народ так мы ушли прошли и неожиданно сняли вам вареники они же пироги неожиданно еще плюс один килограмм неожиданно но я хочу еще там в очереди постоять там как наша возможно что то еще постоит здесь надо поставьте лайк напишите в коминник какой вы вы вареник сегодня съели не будешь я открыть и мне извините не будет завтра тело уже не будет да будем там такие просто после сестей не ни 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 не там название странное я не всю понимаю что написано там девочке пойдем разбирать немножко еще полнують обманули мы вас не ушли не ушли вот три вареника расскажи чем это битрут бурячок перчок сыром с сицилийский она ведь не знаю что там мид и должно быть мясо и оливки по крайней мере так цель отце с ананасом идем куда-то всяких кстати фонтанчик здесь не было просто рассмотрите ну в смысле мы его не заметили наверное хотя мы здесь проходили так наташ твоя задача попробовать и рассказать людям как они и походим и хочешь давай начнем на таком фоне подожди еще покажу так где мы на раз какая красота смотрите давай начнем с этого да с бурочка я уже не присоединяюсь бы я уже полная ну-ка покажите начинка должна присоединиться знаешь такой бурячок как в шубе не наташа можно не было я понимаю нет я уже все уже надо показать эту часы там именно название потому что они разные домашние пиро пирогарня домашняя называется да там такой что мы счет стояли уже здорово этот тушеный бурячок и что тут еще есть и по-моему капуста и немного тяжелого города молодец нам ням 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 тесто в отличие отец товарищей которые там тоже не пора называть ради по с нами я помню лично лиски дам все и интересное с чего состоится сицилий скалы начнил на что похож на устрицу или какую-то ну вот это караточку про патюлю короче такая темная . который это начинка я покажу кстати у кого-то он упал и так как бы как казалось как устрица вот выскользнула ну давай ой пахнет каким-то специями нет томат сыр миша начало как спеть или оливка у нас я не чувствую мясо видимо не обносите но такой вот так час потом подойдем а вон очередь стоит вон я уже вот там и просто очередь вот такая видите толпа стоит и называется он мужик что что свои лысины это влез ёлки тесто мигусенькая край тоже мягкий проблем вообще нет ну там поэтому на нас а вот я заметила такая да хочу ну с розой и яблоком тоже бы если мягче теста кстати вот рекомендуется на там больше понравился и украинский первый который мы ели и русский тоже был для чего кстати сыром да я не хочу я уже наелась честно сейчас попробуем пойдешь покажешь что место мы просто заснимем если честно я бы нет это как сладкий реально сладкий имеет место быть но вот этот вот с бурячком жикардосный короче из трех мест мне понравился вот этот вот третий мы идем покажем ну и вот там где короче народ не стоит очередь действительно люди не дураки какой же праздник сегодня вот здесь вода большая толпа стоит такая да он мальчик я уже запомнила вот как называется сейчас подожди я хочу просто показать вот смотрите какие они вообще все прикольные давайте наташа идем и пишет вправо в общем я их не попробовал наташа отдала первое место давайте поверим наташа и поверим очень и так что действительно где стоят люди это самая смущая пирогарня дома украшение вот тут вот пирогарня думала а с мясом я думаю что тесто замечательно все народ все супер все прекрасно краташа пошла лопаться даже пошла что-то еще искать не но каша надо его дети сюда все народ заканчиваем видео заканчиваем идем ходить бродить по кракову чтобы сжигать вареники сжигать пироги все ставьте лайки пишите коменты всем пока